1 августа означает появление в магазине халявных круток, а также обновление театра Воображариум. И раз это первая обнова театра, давайте с вами глянем что изменилось, как и кем теперь проходить его испытания. Если вначале заглянуть к волчонку, то увидим пополнение ассортимента новыми позами на Кею, Кавиха, Еемию и Елань. Старые позы никуда не делись, их всё ещё можно покупать, только выбрать из них теперь станет сложнее. За полное прохождение всех актов театра дают всё так же 3 монеты, и больше трёх поз мы обменять не сможем. Список открывающих персонажей также изменился, и если вы хотите поделиться персонажами с друзьями, то выставлять кого-то из этого списка смысла нет. Друзья не смогут ими воспользоваться, потому что игра предлагает свою версию пробников. В этом сезоне можно использовать персонажей Гидра, Крио и Анема Элемента, и я уже обновил состав поддержки для тех, кто успел добавиться ко мне в друзья на стриме. Помимо Крио, Анема Гидра персонажей, среди специально приглашённых гостей теперь Нахида, Сянлин, Эмилия и Дэхи. Лучше бы дали Беннета вместо Дэхи, можно было бы собрать полный состав националки под Сянку. Нахида тут явно поднялу, а вот Эмилия, что тут забыла со своими ароматами под реакцию горения, для меня загадка. Лучше бы Аль Хайтаму сюда присунули. Накидываем персонажей из тех, что есть, и погнали смотреть испытания. Первые два акта всегда простые, я обычно стараюсь на них слеть пробных персонажей, например, Сяо тут совсем грустный. Ещё стоит обращать внимание на дополнительные условия боя. Допустим, тут надо вызвать реакцию рассеивания. Отличный вариант под Сяо. Берём и погнали проносить. Даже пробным составом первые два акта проносится легко, не думаю, что у вас тут возникнут проблемы. По карточкам между актами всегда беру персонажей. Просто напрягает, когда не получается собрать вменяемый отряд на босса. И как раз в третьем акте нас ждёт первый босс, и это Электроконёк. Сюда лучше придержать своих сильных Крио персонажей. Ризли там или Ганью и Аяку. Хоть я и набирал карточки персонажей, один фиг отряд получился странноватый. Подробно разбирать конька, как и последующих боссов театра, я не буду. Как бы на канале есть гайды на каждого из них. Но кое-что всё-таки добавлю. Если пронести конька в театре слишком быстро, вы не выполните дополнительные условия. Чтобы получить зелёную галочку, оставляем коньку здоровья на одну тычку. И в момент, когда тот начнёт восстанавливать свой электрощит, добиваем. Тогда дополнительное условие будет выполнено. Четвёртый акт. И тут ничего не изменилось. Опять защита Монолита. Когда есть Венте, либо Кадзуха, выбирайте бой с челами, которые поддаются стяжке. В ином случае берём бой с механизмами. Ну и держим их в заморозке гидрокрио персонажами. Благо, в отличие от Бездны, тут нет такой дужки. Прочность Монолита не должна опуститься ниже 15%. Реакция заморозки, либо Анима стяжка в помощь, и все условия выполнены. Пятый акт. Уже немного более потный. Точнее, я сам себе усложнил его прохождение, взяв карточку гидрозоопарка. И решив слить один заряд Эолы. Вообще, брать её бессмысленно без электросаппортов. Но раз на испытание пускают полным составом в 4 персонажа, свою роль затычки она всё-таки выполнила. И все зелёные галочки собраны. Шестой акт. Босс Крабик. Обязательно берём на него гидроперсонажей. И стараемся не потратить их энергию до шестого акта. С Крабиком такая же фигня, как и с коньком. Чтобы выполнить дополнительные условия, увлажняем рога, сбивая пиро щит на минимум и ждём. Как только Крабик отбежит и наполовину закопается, отбиваем остаток щита гидроуроном. А дальше делаем с ним всё что угодно. Главное успеть запинать его до истечения времени, если хотите выполнить все условия. Седьмой акт. Снова подбираем карточку боя в зависимости от того, какие персонажи у вас остались. И смогут ли они выполнить дополнительные условия. Выносим всех с арены вперёд ногами, ну или что у них там имеется. И переходим на восьмой акт. Тратим все цветы на бафы или добираем оставшихся в запасе персонажей. Не оставляем ничего. Впереди последний босс театра. Меха Дракон. Отчасти это босс Манекен. Мой любимый. На котором я постоянно провожу тесты, потому что сопротивление у него только к физе. Остальные элементы его нормально разносят. Но советую приберечь энергию какого-нибудь лучника. Елань там, Сиджвинга, Дьюи, смотря кто у вас есть. В самом начале Меха Дракон активирует полёт. Стреляем из лука по его крыльям, сбивая на землю. Заодно выполняем дополнительное условие. А дальше прожимаем всё что есть и запинываем его до окончания таймера. Всё. Пока что театр остался на примерно таком же уровне. И вряд ли разрабы станут его усложнять. Проблема только в одном. Чтобы пройти все восемь актов, нужно много прокачанных персонажей определённых элементов. Из-за этого новички даже не смогут понюхать восьмой акт. А как вам, обновлённый театр? Уже закрыли все акты? Ну и халявную луну за прошлый ролик с подсчётами примагемов забирает Псайклон. Чтобы принять участие в раздаче, пишем в комментарии свой вид из игры. И в следующем видосе мы узнаем, кто луну забрал. Ну а где я покупаю луну, вы все прекрасно знаете. На Геншин Дроп, конечно же. Больше года стабильной работы, вопреки всем налетевшим на сайт хейтерам. Вводишь свой вид из игры, оплачиваешь и получаешь гемы. Всё просто и никакого скама. А ещё там тоже постоянно проводят халявные раздачи. Заходи и участвуй по ссылке в описании. Па-кеда! Субтитры подогнал «Симон»